На канале ОТС время мировых новостей. В студии Алексей Кузьмин. Здравствуйте. В начале выпуска расскажу о том, что вы увидите сегодня в программе. Научные разработки частных лабораторий Франции наносят вред здоровью. Началось расследование по факту отравления нескольких человек. В Японии ритм жизни людей нарушила стихия. Там неожиданно выпал снег. На глубине 30 метров скоро откроется музей для туристов. В Англии обнаружили сеть неизвестных тоннелей. А сейчас об этих событиях и не только. Расскажу более подробно. Французские власти продолжают расследовать инцидент со смертью и отравлением людей, которые принимали участие в тестировании обезболивающего препарата. В воскресенье скончался мужчина, у которого ранее зафиксировали остановку мозга. Ещё шестеро мужчин в возрасте от 28 до 49 лет были госпитализированы и на данный момент находятся в стабильном состоянии. Тестирование препаратов проводила частная лаборатория Биотриол, находящаяся на востоке Франции. Министр здравоохранения сказала, что компания должна была предупредить власти об инциденте намного раньше. «Очевидно, что при таком серьёзном инциденте мы хотели бы, чтобы лаборатория как можно скорее связалась с управлением здравоохранения». По словам министра, лаборатория уведомила власти только через четыре дня после отправки первого пострадавшего в больницу. «Без сомнения, есть огромная проблема. Пока рано говорить, какова причина. Ведётся несколько расследований. И ещё несколько на стадии открытия. К концу месяца мы получим первые результаты. Надеюсь, мы сможем понять обстоятельства случившегося». В общей сложности в испытании принимало участие 90 человек. Некоторые из них приняли определённую дозу анальгетика, другим давали плацебо. После инцидента все испытания прекратили. Обезболивающий препарат произведён португальской исследовательской группой Биел. Как предполагалось, он должен был помогать пациентам с тревожными расстройствами и двигательными нарушениями. В своём заявлении Биел сообщила, что заботятся о состоянии здоровья участников испытаний и взаимодействуют с властями, чтобы определить причину инцидента. «В Токио тоже пострадали люди. Больше ста человек оказались в больнице. Виной тому послужил природный катаклизм». Первый снег, как первая любовь, выбивает из обычного ритма жизни. Снегопад в этом году в Токио вызвал коллапс. Город оказался не готов. Нарушилось расписание поездов, людям не хватало такси. В итоге многие опоздали на работу. «Каждый пришёл в офис сегодня на час позже, поэтому начали работать с опозданием. Это немного хлопотно». «Я удивилась, что в Токио снега больше, чем в Тиби, откуда я приехала». Тающий снег превратил тротуары и дороги в каток. По сообщениям местных СМИ, в регионе Канта, около 120 человек попали в больницы после неудачных падений. «Снега оказалось меньше, чем я ожидала, поэтому я думала, что всё будет в порядке. Но дороги такие скользкие, просто ужас». Такое явление в Токио случается редко, но хотя бы раз в году его не избежать. Снег также накрыл всю западную и восточную Японию. Синоптики предупреждают, что снежные бури и обильные снегопады могут обрушиться также на северную часть страны. А сейчас с чистого свежего Токио перенесёмся в подземный Лондон. Эхо войны. На глубине 37 метров под станцией метро Южный Клэпхэм скрывается сеть тайных тоннелей. Протяжённость лондонской подземки – 402 километра. А вот какова длина бункера? Пока известно только то, что в нём от бомбардировки во время мировой войны спасались около 10 тысяч человек. Теперь эти бункеры планируют открыть для туристов. Здесь будут проводить экскурсии с гидами. «Осенью 1940 года во время авианалётов погибло много гражданских лиц. В январе 1941 года на станции метро Бэнк погибли 56 человек. Здесь же в 30 метрах под землёй намного безопаснее. Это место помогло лондонцам пережить те страшные времена». Прибыв в подземелье, люди должны были показать контролёру специальный билет, на котором значился номер их личной кровати. На стенах – оригинальные вывески тех времён. Чтобы успокоиться и совладать со страхом, здесь часто устраивали музыкальные вечера. Включали колонки, чтобы музыку услышали во всех комнатах. «Сюда спускались семьями, повсюду бегали дети. Было сложно заснуть, было слышно, как проезжали поезда метрополитена. Здесь царил дух поддержки. Люди много пели и танцевали». Кроме того, здесь находились больницы для военных и гражданских лиц. На стенах остались имена солдат и номера их полков. Бомбардировка Лондона в начале Второй мировой войны была одной из самых разрушительных и продолжительных операций гитлеровской армии. Столица Великобритании сотрясалась от взрывов 57 ночей подряд. Первые туристы смогут осмотреть бункеры уже летом. Кто знает, может быть тоннели есть и под новосибирским метрополитеном. Это мировые новости на канале ОТС. И вот о чем мы расскажем далее в программе. Зрелищное шоу наблюдали жители Мексиканского штата. Волны высотой 15 метров покоряли серфингисты всего мира. Заявка на новый рекорд Гиннеса по необычной гимнастике. 270 владельцев занимались йогой в Гонконге вместе со своими питомцами. У побережья Мексиканского штата Нижняя Калифорния прошел пятый турнир большой волны. Австралийскому спортсмену удалось приручить волну высотой более 10 метров на соревновании серферов. Гигантские волны в этот раз покорились австралийцу Джошу Керу. За свой финальный заплыв спортсмен получил 24,27 балла. Он далеко оторвался от своего ближайшего соперника, американца Грего Лонг, для средней оценки которого составила 18,84 балла. Как сказал Кер, это его первая победа в мероприятии за последние пять лет. Впрочем, до лидерства по результатам всех этапов большой волны спортсмену еще далеко. Завоевав золото в Мексике, он поднялся на пятое место в общем зачете. Этапы большой волны стартовали в апреле прошлого года. Следующий шестой раунд заплывов состоится в американском Орегоне. Завершится турнир в Испании. Седьмой этап запланирован на 28 февраля. Напомним, в начале декабря прошлого года огромные волны покоряли на чемпионате мира по серфингу на гавайском острове Мауи. Среди женщин победу завоевала уроженка тех мест Кериса Мур. За этот заплыв она получила наивысший балл даже несмотря на падение. Собака друг человека и про нее не надо забывать даже во время занятий йогой. Так считают любители так называемой дога йоги. Подобные занятия проводятся вместе с домашним питомцем. В минувшие выходные в Гонконге устанавливали мировой рекорд по самому массовому уроку гавдоги, как в шутку ее называют поклонники. Полтора часа 270 пар человек-собака укрепляли свое здоровье и наслаждались обществом друг друга. Чувствую, что это просто замечательно. По-настоящему близкое общение с моей собакой. Сердцем к сердцу. Мне нравится. Хочу сделать это снова. Мы можем заниматься йогой с собаками. Такие занятия особенно актуальны в мегаполисах, где у людей очень мало времени побыть с теми, кого приручили. Люди в Гонконге очень заняты работой почти круглые сутки. У многих есть домашние питомцы, но для их выгула обычно пользуются услугами помощников. Но если вы приходите на занятия дога йогой, у вас есть по меньшей мере час, чтобы повзаимодействовать со своим питомцем. Только вы – ваш любимец. И между вами никакого телевизора, никаких звонков по телефону, интернета и фейсбука. Новый рекорд еще должен быть подтвержден книгой Гиннеса. Но организаторы мероприятия уверены, что он побит. Предыдущий был установлен год назад в Сан-Диего. Там дога йогой одновременно занимались 265 пар. На этом мы завершаем выпуск. С вами был Алексей Кузьмин. Смотрите мировые новости на канале ОТС и будьте в курсе интересных событий.